Начиная, наверное, с 80-х годов, когда началась глобализация и когда начался процесс так называемой мировой кооперации, на международном рынке начинали конкурировать не по цене, кто предложит наименьшую цену, а начинали конкурировать по себестоимости. То есть у меня себестоимость, например, в Америке компьютер Apple будет 500 долларов, а себестоимость производства этого компьютера в Китае, например, 200 долларов, просто потому что там заработная плата меньше. И получается, что на международном рынке он продает этот компьютер за полторы тысячи. Если бы он его производил в Америке, у него бы там условно чистая прибыль с каждого проданного компьютера составляла бы тысячу долларов. А если этот же компьютер произведен в Китае, то у него чистая прибыль с каждого проданного компьютера 1300 долларов. Поэтому мы видим, что нет новых производств в Соединенных Штатах Америки. То есть все производства физических вещей, они выводились или в страны Латинской Америки, или в Юго-Восточную Азию. Сейчас стоимость рабочей силы в том же самом Китае из-за роста экономики Китая увеличилась в три раза, начиная с нулевых годов. Получается, что вот это вот нивелировалось. И тот распад, который мы сейчас видим про мировой порядок на экономические зоны Америка и сателлиты, Западная Европа, Китай и сателлиты, и то, что делают сейчас Соединенные Штаты Америки, если посмотреть, мы вот видео с Никитой это обсуждали, они будут сейчас впуливать деньги в свое реальное производство на территории своей собственной страны. Стоит инвестировать или нет, иностранный капитал, в первую очередь западный капитал, уходит из Китая. Значит, они продают активы, значит, они увеличивают предложения. Цены на эти активы снижаются. С этой позиции, да, привлекательный. При условии, что у них получится внутри создать свой собственный регион, что у них удастся удержать рост располагаемых доходов населения, но Китай сталкивается с очень большой проблемой, в первую очередь связанной с населением. Та политика, связанная с управлением рождаемости, которое проводилось в Китае последние 20 лет, в конечном счете приводит к тому, что у них, по сути, нет молодежи. Фондовый рынок, акции компании, которые торгуются, это история связана с тем, что они будут расти, если у этих компаний будут расти доходы. Откуда у компании растут доходы? От потребителя. То есть, если есть потребитель, который зарабатывает хорошие деньги, у которого есть уверенность в будущем дне, который активно использует, в том числе, кредитование, который активно тратит, но у них, получается, старение населения достаточно активное, новым населением это не пополняется. Коэффициент рождаемости сейчас на уровне европейских стран, где там на одну женщину приходится 1,3-1,6 ребенка рожденных, где-то должно быть больше двух, чтобы просто популяция населения сохранялась. И основная проблема долгосрочная, которая я вижу в Китае, заключается как раз таки в том, что, во-первых, мир будет распадаться на различные регионы, и мы уже видим предпосылки к этому. Вторая история связана с тем, что они не могут критически сейчас увеличить рождаемость, потому что стали умнее, стали мудрее, им дорого иметь детей действительно. И поэтому этого нет. Я об этом еще года три назад, наверное, говорил. Я говорил о том, что для меня является интересным объектом для инвестиций именно в этом ключе, в долгосрочном периоде, регион Индия и регион Индонезия. Если про Индию в последнее время начинают говорить достаточно много, там обратная история, там по-прежнему высокий коэффициент рождаемости, раз. Два. Для Индии не прошло бесследно ситуация, когда они являлись колонией Великобритании, то есть там очень многие говорят на английском языке, нет языкового барьера, который позволяет вот это расти. Эффект базы, то есть по-прежнему там очень низкие доходы и большая численность населения, и она воспроизводится. И сейчас многие производства, например, из Тайваня перевозят напрямую в Соединенные Штаты, высокотехнологичное производство. Какие-то сборочные производства переносятся из Китая в Индию. Там по-прежнему, если сравнивать средние доходы индуса и средний доход китайца, то в этом плане индусы от китайцев остаются в 2-3 раза как минимум. И они более лояльны, скажем так, к западному миру. Второй момент – это Индонезия. Немалая территория по развитию, порядка 350-370 миллионов численность населения Индонезии. У них выше даже, чем в Китае, коэффициент рождаемости. Второй момент, в отличие, например, от китайцев, специфика языковая, лингвистическая китайца в период, когда развиваются творческие способности у людей в промежуток от 6 до 11-12 лет. В этот промежуток времени китайцы очень активно учат свои 5000 иероглифов для того, чтобы писать. И у них на отразвитие творческих способностей практически не остается времени. Смысл в том, что творческого начала у китайцев как таковое низкое. И поэтому они могут или скопировать что-то, могут в больших громадных масштабах его производить. Если это как что-то технологическое, то в этом случае они просто идут по пути покупки умов. Покупают инженеров, дизайнеров. Почему опять я это привожу в качестве примера? Потому что заявляют о том, что в Китай нужно инвестировать. И здесь, соответственно, есть вариант краткосрочного решения. Ну, по сути, полуспекулятивного. Потому что распад на регионы, на макрорегионы, да, то есть нет единого центра. А глобализация начинает трещать по швам. Из-за того, что напряженность между Соединенными Штатами Америки и Китая, американские и европейские инвесторы начинают выводить свои деньги из Китая и продают активы. Эти активы можно купить, потому что они сейчас привлекательны по цене, просто элементарно рассчитывая на отскок. Но если мы понимаем, что в текущий момент на уровне населения действительно существует проблематика, что компании, которые останутся, они будут замкнуты условно в своем макрорегионе. И важно понимать, а сохранится ли покупательская активность этого населения. Оно будет стареть. Старики меньше потребляют, например, чем молодежь. У них поведенческая модель, в отличие, например, от американцев, да, они редко когда берут кредиты. То есть они, как правило, покупают на свои. Они откладывают, они инвестируют в недвижимость в том числе. Получается, или ты должен повлиять на их поведение, чтобы они начали активно кредиты брать и кредитовать тогда непосредственно население. Или второй вариант, ты должен работать над политикой, связанной с увеличением рождаемости, чтобы у них, соответственно, население росло и доходы от этого тоже увеличились. То есть чтобы были люди, которые работают и создают прибавочную стоимость. И вот здесь вот у меня сейчас возникают большие вопросы. Поэтому краткосрочно Китай может быть интересным объектом для инвестиций. Если же говорить долгосрочно, на мой взгляд, лучше смотреть направление Индии и Индонезии. Но опять это возникает к вопросу о том, что вы можете глобально инвестировать. То есть у вас есть инфраструктура, у вас есть возможность инвестировать через иностранного брокера, потому что пока российские площадки, российские биржи такие возможности не предоставляют. Но опять-таки развиваемся мы очень быстро. Решение в историческом масштабе находится достаточно быстро. Часть китайских компаний допущена. С Индией мы полудружим, полунет. Если будет на уровне инфраструктуры акции индийских компаний допущены к торгам на российской бирже, то в этом случае я бы, наверное, смотрел это более приоритетно. Индия и Индонезия это страны, которые в следующие 20-30 лет, даже если посмотреть по прогнозам Международного валютного фонда, это экономики, которые будут развиваться самыми высокими темпами. Соответственно, эти темпы будут дисконтироваться в качестве денежных потоков будущих прибылей компаний, которые работают на этой территории. И это можно говорить о двузначной доходности фондового рынка, потому что он в конце концов является производным экономикой. В Китае элементарный отскок. Говорить, что там есть сейчас серьезный базис для того, чтобы там очень много долгосрочно зарабатывать, скорее, нет, чем да. Но я же могу покупать юани. Есть понятие валютная война. То есть, почему, например, Соединенные Штаты Америки периодически давят на Китай, чтобы они сделали юань свободно конвертируемым. Получается, что если Центральный банк имеет независимую политику, например, от ФРЭС того же самого, он может управлять валютным курсом. При Трампе, например, что было? Трамп пошел на обострение с Китаем. Ввел торговые ограничения на те товары, которые идут из Китая. Ему важен торговый баланс, да, Соединенных Штатов Америки, который отрицательный. То есть, они привозят больше, чем продают, чем экспортируют. И, соответственно, для того, чтобы повлиять как-то на Китай, чтобы он более сговорчив был, он говорит, а мы ваши товары наложим пошлинными, дополнительными. То есть, ваши товары будут дороже, чем в Соединенных Штатах Америки. Когда китайские производители, Xiaomi, например, да, у него низкая себестоимость, потому что низкая зарплата, потому что у него отлаженный технологический процесс. И у него себестоимость производства ноутбука условно 200 долларов. 1000 юаней, например, себестоимость производства этого компьютера. В Соединенных Штатах Америки точно такой же компьютер, из тех же самых материалов, комплектующих. Себестоимость этого компьютера составляет 400 долларов. Получается не 1000 юаней, а если в юане перевести, 2000 юаней. И, соответственно, китайский производитель ему говорит, уважаемый президент, вот вы говорите, чтобы мы там создавали новые рабочие места. Дайте нам, во-первых, налоговые льготы. Во-вторых, мы не можем конкурировать с китайцами, потому что китайцы производят этот компьютер за 1000 юаней, а у нас это, в юанях, у нас это стоит 2000 юаней. Они приходят и говорят, укрепляйте юань, чтобы курс юаня был более твердый, чтобы не один к пяти, например, был, а был один к трем. То есть, чтобы у вас себестоимость эта увеличилась. Иначе мой производитель внутренний не может с вами конкурировать. Или мы обложим пошлинами. То есть, смысл-то в чем? Если пошлин нет, тот же самый компьютер, когда пересекает границу, приезжает на территорию Соединенных Штатов Америки себестоимостью 200 долларов, они могут его продавать не за 1000, они могут его продавать, например, за 900 или за 800. А американский производитель может только за 1000 продавать. И получается, что потребитель, он, естественно, выберет китайский, потому что он начинает считать те же самые чипы, та же самая производительность, то же самое количество времени, на которое можно работать. Зачем мне американский компьютер, когда я могу купить китайский? И поэтому говорят, у вас, ваши компьютеры будут стоить на 200 долларов дороже. Заплатите пошлину нам, государству, а мы через свою внутреннюю систему выделим налоговые льготы, например, нашей корпорации, чтобы, соответственно, она платила меньше налогов, чтобы у нее больше оставалось чистой прибыли, и она непосредственно могла развиваться. Когда Соединенные Штаты Америки подобным образом начинают на Китай нападать, Китай в этом случае единственное, что он может сделать, может сказать, ребят, идите лесом, мы сами будем управлять юанем. Мы его девальвируем, мы сделаем курс не один к трем, как вы нас просите, а сделаем один к семи, потому что мы зарплату платим в юанях. И, соответственно, вы нас дополнительными пошлинами обложили, а мы все равно сделаем себестоимость еще ниже. Вы нам закрыли, перекрыли кислород, мы будем в Европу поставлять, мы будем в Латинскую Америку поставлять, вас мы избежим, потому что мы тут ничего сделать не можем. Но, тем не менее, по всему миру ваш производитель американский никуда не влезет. И, в конечном счете, потребитель даже будет перелетать куда-нибудь в Мексику, покупать этот компьютер и привозить его сюда. И вы все равно от этого ничего не получите. Получается, что валюта сам по себе, курс валюты, он является неким таким элементом валютной войны. То есть, он как раз-таки позволяет тебе конкурировать на глобальном рынке. Если делать краткое резюме, вкладываться, не вкладываться в юаня, у него есть риск быть инструментом в валютной войне, есть инфраструктурные риски. Таким образом поступают не только Китай. Таким образом, в принципе, поступают абсолютно все. То, в какой конфронтации, например, находится сейчас Россия, нужно понимать, что элементы девальвации рубля мы тоже видим. Но если говорить про российский рынок ценных бумаг, я вам предлагаю, друзья, ради интереса, просто взять, наложить курс рубля к доллару к любой экспортно-ориентированной компании России. Возьмите НЛМК, Новотек, возьмите Лукойл, Сургутнефтегаз. Вы должны понимать очень простую вещь. Это только цена акции. Там не учитывается размер дивидендов, которые вы получаете. Экспортно-ориентированные компании в случае ослабления рубля и роста доллара, а в принципе, покупка юаня это, по сути, некий прокси, российские компании вырастают где-то раза в два больше, чем вырастает курс доллара по отношению к рублю. Именно понимая эту достаточно простую закономерность, я ее использую в проекте «Миллион долларов за 8 долларов в день», где я своим пятерым детям хочу сформировать капитал эквивалентно одному миллиону долларов к моменту достижения детьми совершеннолетнего возраста. Узнать более подробно, что это за система, каким образом я это осуществляю, какие у меня есть промежуточные результаты, начиная с 2018 года, вы можете на бесплатном мастер-классе, ссылку на который я оставлю к данному видео. Российский бюджет нужно пополнять. Пополнять можно, в том числе, по чуть-чуть девальвировая рубль. И поэтому нужно понимать, что постепенно это будет делать. Вторая история, более сильная, более глубинная, в следующие 5-10 лет заключается в том, что мы по энергетическим ресурсам заходим в новый сырьевой цикл, где будут обновлены все исторические максимумы. По нефти это 140-145 долларов за баррель. Золото, соответственно, мы можем увидеть в районе 3,5-5 тысяч долларов за тройскую унцию. Речь идет о удвоении капитала. Через компании-экспортеры, которые занимаются производством, добычей и экспортом этого товара, прибыль может составить еще больше. Опять-таки, как это сделать, как можно присоединиться лично ко мне, ссылка в описании. Думаю, будет полезно и ценно. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!